Для тестирования была выбрана площадка Дворца спорта города Видное. Участники могли проверить свои силы по следующим нормативам. Отжимания, упражнения на пресс, наклоны вперед, подъем гири и прыжок в длину. Пригласили все предприятия, организации, все, кто может, свободен и как-то желает сдать. Поэтому все возрасты сегодня здесь. Этап был рассчитан на трудоспособное население от 18 до 70 лет. Но проверить свои силы пришли люди и более старшего возраста. Халид Дадаев 1 апреля отметил 75-летие. Халид Абитович – мастер спорта. По шахматам. Вместо нормы 8 отжиманий для своего возраста выполнил 13. Гимнастик по утрам, правильное питание, не курю, не пью алкоголь. Ну, так правильно надо с жизнью вести. Аббревиатура ГТО знакома людям в возрасте 50 плюс еще с раннего детства. Неудивительно, что сегодня они показывали отличные результаты. Ребятам надо показывать пример в первую очередь. Иногда даже и как-то перепрыгиваю их. Стараюсь, да, не отставать от них, от их нормативов. Да, ну вот это классно. Да, поэтому и младеем вместе с ними. Именитый мотоболист Иван Крештопов в спорте с 10 лет и сейчас находится в хорошей спортивной форме. Про комплекс ГТО слышал, но никогда с ним не пересекался. Говорит, пришло время проверить себя, способен ли сдать необходимые нормативы. Сдал, да, но по всем показателям написано на первое место. Просто пришлось попотеть. Очень хорошо, мне понравилось. Сдать нормы ГТО можно и в любой другой день. Необходимо зарегистрироваться на портале gto.ru и прийти в центр тестирования, который расположен во дворце спорта города Видное. Я считаю, что это замечательное дело, когда возродилось ГТО. Почему? Потому что каждый наш человек, допустим, должен быть практически здоров. А это оздоравливает нас, это нужно стремиться к лучшему. Человек за этим следит, это полезное дело. Все, давай, Flex! Парlow! Все, давай, Flex! Спасибо!